На 86-м празднике Севера выступили представители необычной спортивной дисциплины. Снежное регби набирает популярность, в том числе на Северном флоте. В этом году на футбольном корте в долине Уюта встретились пять команд. Животный рык разносится над футбольным кортом в долине Уюта. Так перед схваткой разминаются игроки команды «Северный рубеж». Им предстоит встреча с сильными соперниками, в том числе и сборных Северного флота. В последнее время, последние два года, очень сильно развивается регби именно на Северном флоте. Благодаря, конечно, заботе командования и командующего лично. Поэтому они вырастили достаточно серьезные команды, и у нас будет серьезная конкуренция. Благодаря таким крепким парням, как отмечают многие поклонники этого вида спорта, словосочетание за полярное регби звучало не менее гордо, чем канадский хоккей или бразильский футбол. На самом деле, в общем-то, спорт для таких достаточно мужественных людей, ну хотя и мужчин, и женщин. Женщины тоже сейчас играют в регби активно. А исторически русский народ, в общем-то, достаточно храбрый, смелый. И забаву себе убирает такие смелые, с характером, так скажем. А что касается регби именно в Мурманской области, то вот дисциплина снежная регби, я считаю, вообще она жизненно необходима здесь, потому что у вас достаточно длинный период времени идет зима. И снежная регби, командный вид спорта зимой, отлично, по-моему, подходит. Олимпийский чемпион Александр Панжинский и Алексей Петухов торжественно дали старт турниру. Из-за затянувшейся фотосессии с легендами российского спорта игра началась с опоздания. Но это не помешало регбистам настроиться на нужный лад. Да, есть небольшая стратегия соперника, сложно всегда изучить, каждый раз он, даже те команды, которые приезжают, каждый раз они новые, каждый раз они играют по-своему. Будем просто пытаться гнуть свою линию, делать свою игру. В этом году никакой интриги на поле не произошло. Переходящий кубок турнира в виде снежинки вновь завоевал мурманский северный рубеж.